Добрый день, с вами Дина Краснова и в сегодняшнем видео я вам расскажу, как отражать полуфабрикаты в программе 1С Бухгалтерия 8, редакция 3.0. Чтобы в программе отображались полуфабрикаты, нам нужно сделать настройку учетной политики. Для этого переходим в раздел «Главные», «Настройки», «Учетная политика». И здесь нам нужно поставить флажочек «Рассчитывается себестоимость полуфабриката». Также здесь выбирается, как будет рассчитываться последовательность этапа производства, либо автоматически, у меня будет автоматически, либо можно задать вручную. И что касается себестоимости, здесь тоже можно использовать плановую себестоимость, учитывать отклонения, в этом случае будет использоваться счет 40. Если просто используется плановая, тогда будет просто плановая себестоимость отражаться в документе на приходовании из производства. Но здесь в моем примере я не буду использовать плановую себестоимость, соответственно у меня не будет рассчитываться себестоимость при выпуске полуфабрикатов и при выпуске основной продукции. И затем уже будет рассчитываться фактическая себестоимость выпуска при закрытии месяца. Чем отличается учет, если используется плановая себестоимость или не используется, у меня есть на канале отдельное видео, также можете там посмотреть. И давайте посмотрим, какие у меня есть здесь настройки, помимо того, что я сделала. Здесь я сразу добавила справочник. Во-первых, те материалы, которые нужны для производства моей продукции. У меня организация «Плюшка» занимается выпечкой кондитерских изделий. И в данном примере я буду показывать на примере тортика медовый, как мы будем отражать списание материалов сначала на полуфабрикаты и затем из полуфабрикатов будем делать готовый торт. То есть здесь у меня уже занесены те материалы, которые мне нужны для изготовления медового тортика. И я уже сделала их оприходование. Вот у меня есть документ «Поступление товаров», где все материалы оприходованы. И, соответственно, сделаны проводки. Также у меня уже созданы полуфабрикаты в справочнике. И я создала готовую продукцию. Это можно сделать отдельно, а можно делать прямо, когда вы заполняете документ. Если вы только начали создавать полуфабрикаты и готовую продукцию. То есть мы переходим в раздел «Справочники номенклатуры». Здесь у меня в папке «Полуфабрикаты» есть два полуфабриката. Корж медовый и крем со взбитыми сливками, которые мне требуются для приготовления медового тортика. И если мы посмотрим, здесь у нас по данному полуфабрикату есть спецификация создана. Здесь просто мы создаем спецификацию и добавляем те материалы, которые у нас идут на данный полуфабрикат. Но здесь у меня норма расходов на одну штуку идет. Конечно, на практике там несколько коржей в одном тортике. Но здесь для упрощения я просто взяла одну штуку. И вот все материалы, которые нужны для изготовления данного полуфабриката, здесь прописываются. И можно будет потом автоматически их списывать при оприходовании данного полуфабриката. То же самое по второму полуфабрикату «Крем со взбитыми сливками». Здесь у меня тоже указано, что это входит в группу полуфабриката. И вот вид спецификации для данного полуфабриката тоже создан. Крем со взбитыми сливками. Ну, здесь одна штука получается. Одна штука – это один торт. И также у меня здесь в папке «Продукции» уже создана продукция «Торт медовый». Если мы посмотрим спецификацию этой продукции, то здесь у меня данный вид продукции состоит из полуфабриката «Корж медовый» и полуфабриката «Крем со взбитыми сливками». И теперь давайте посмотрим, как нам оприходовать полуфабрикаты, списать на них материалы и затем оприходовать готовые продукты. Здесь нам нужно зайти в раздел «Производство», выбрать отчет производства за смену и создать новый отчет. Здесь я возьму какую-нибудь январскую дату, чтобы легче было закрывать месяц. Подразделение «Цех», счет затрат 20.01 у нас по умолчанию. И здесь нам нужно выбрать из перечни папки полуфабрикаты «Корж». Можно через подбор делать. И сразу, видите, подставляется счет учета для него 21 полуфабрикаты. Если делать через подбор, можно прямо выбрать, открыть папку полуфабрикаты и просто здесь указать, допустим, количество, так даже быстрее будет. И перенести документ. Ну, тогда вот это надо удалить. И здесь, если мы перейдем на закладку «Материалы», можно сразу заполнить по спецификации материалы, так как у нас есть, соответственно, спецификация для данных полуфабрикатов. Здесь можно указать количество, в принципе, любое. Давайте поставим «2». И нажимаем на кнопку «Заполнить». Из-за того, что у меня здесь база по УСН, еще есть вот это вот поле «Расходы на У принимать». Если вы на общей системе, соответственно, здесь у вас такой колонки просто не будет. Здесь у нас сказывается счет учета. У меня это все 10.01. Количество уже рассчитывается. Исходя из количества продукции, подставляется статья «Затрат» и подставляется полуфабрикат. Также номенклатурная группа указывается, которая прописана в самом полуфабрикате. Здесь она одна и для крема, и для полуфабриката «Корж медовый». Она называется «Торт». Нажимаем «Провести». Смотрим проводки. Здесь у нас проводка 21.20. Количество 2. Но здесь стоимость не указывается, потому что мы не используем плановую себестоимость. То есть у нас будет себестоимость рассчитываться при закрытии места. А вот материалы списываются, соответственно, указывается стоимость списанных материалов. Материалы уже списываются 20-10. То есть это мы оприходовали полуфабрикаты. И когда мы будем делать уже из этих полуфабрикатов готовый торт, мы тоже создадим отчет производства за смену. Здесь укажем также цех. Здесь опять же можно через подбор, можно просто добавить, сказать, что это у нас торт медовый. Количество, допустим, 2 штуки. И также мы можем списать материалы. Здесь я просто для данной продукции не задала номенклатурную группу. Можно прямо зайти и задать. Нажимаем на правую клавишу «Изменить». И вот здесь вот выбираем номенклатурную группу. Можно, конечно, в документе задавать, но тогда в каждом документе придется снова задавать. Если вы ее продукцию уже занесли, тогда она автоматически подставляется. И спецификация здесь «Торт медовый». Точно так же мы можем заполнить закладку «Материалы». Но здесь уже будут заполняться не материалы, не 10-й счет, а наши полуфабрикаты. 21-й счет. Тоже продукция «Торт медовый» и номенклатурная группа «Торт». Нажимаем «Провести», смотрим проводки. Здесь тоже не будет сумм, потому что суммы у нас будут отражаться при закрытии месяца. 43-20 – это уже окончательно готовая продукция, сделанная при ходу на склад. И списывается стоимость полуфабрикатов. И теперь, если мы сделаем закрытие месяца, для этого нам нужно перейти в операцию «Закрытие месяца». Выберем, давайте, январь. Здесь, если мы посмотрим операцию «Закрытие счетов», здесь у нас идет корректировка выпуска. Здесь получается одинаковые суммы идут. 21-20 и 20-21, соответственно. А уже 43-20 у нас рассчитывается фактическая себестоимость с нашей продукцией «Торт медовый». То есть здесь получается 586,74, но здесь у нас 2 штуки было, поэтому такая стоимость. И если мы посмотрим справку расчет, калькуляция себестоимости, и здесь мы увидим затраты на корж медовый, вот они, затраты на крем с взбитыми сливками, полуфабрикат, и, соответственно, на сам торт медовый. Уже здесь окончательно из двух вот этих вот полуфабрикатов складывается. И количество выпуска у нас 2 штуки, соответственно, себестоимость одного тортика – 293,37 рубля. Так, единственное, здесь у меня сливочное масло идет. Без цены я, видимо, сливочное масло забыла приходовать. Ну, можно, в принципе, зайти поправить. Да, здесь нет сливочного масла. То есть если нет прихода, оно идет без цены. Такую примерную цену укажем. Тогда у нас себестоимость будет больше, и нам надо будет перепровести документы. Здесь у нас масла нет. И давайте вернемся к закрытию месяца. Делаем «Отменить». Еще раз выполнить. И посмотрим, как у нас изменилась стоимость. То есть здесь сейчас стоимость увеличилась, потому что добавилось сливочное масло. Ну и то же самое, если мы еще раз сформируем. Вот масло добавилось. Соответственно, себестоимость тортика у нас увеличилась. То есть себестоимость единицы сейчас правильной 305 рублей 37 копеек. Вот таким вот образом в программе 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0 можно отразить полуфабрикаты. А я благодарю вас за внимание. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте палец вверх, если вам было полезно это видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео канала. И заходите в мою группу в соцсетях. Все ссылки вы найдете под этим видео. А я желаю вам всего самого доброго. И до встречи на следующих видео. Спасибо.